здравствуйте приветствую тебя поздравляю тебя с новым наступившим годом вас тоже поздравление прекрасное записали просто очень очень классно вот хотела вас спросить вот это вот искусство ораторство а чего тебе это интересует потому что очень много допустим где она должна может пригодиться да там допустим не там людям очень много где потому что ну допустим не просто да там поздравить красиво там за столом дата или еще где то то есть людям это будет очень полезно чтобы заинтересовать на работе на свидании вот ребенка там заинтересовать или ну вообще во всех областях где бы мы не касались очень важно уметь правильно разговаривать чтобы заинтересовывать ты знаешь я смотрел несколько таких курсов в интернете вот мне звонят поздравляют понимаешь вот я должен как-то так говорить чтобы тоже проявить сочувствие там сопереживания там а я занят допустим да и как в таких случаях это же ораторское искусство тоже каким-то образом вниманием наградить человека и в то же самое время сказать ну подожди я сейчас занят да и люди не обиделись и такие радостные ждут пока вы перезвоните конечно потому что голос у меня был такой я тебе сейчас скажу я смотрел несколько разных курсов по интернету там есть ораторское искусство ораторское искусство там даже есть такое знаешь как держать руки как стоять как ходить какой у тебя должен быть галстук и так далее так далее так далее но на внешнюю форму на внешнюю форму но мне конечно больше интересует когда есть содержание когда-то вот марьетта шагинян писала 4 урока у ленина да там вот было такое замечание что когда говорил плеханов и когда говорил ленин что когда говорил ленин было видно то о чем он говорит он говорил о революции все люди видели ту революцию а когда плеханов говорил было видно плеханова то есть вот чем человек заряжен еще я читал это карнели как завоевывать друзей там и влиять и на ситуацию там была очень хорошая фраза что это подобно тому должно быть как вот из бочки вытащили затычку и полилось понимаешь как потом ну да вот у марита шагинян это имела ввиду что когда говорил ленин было видно чем он говорит то есть потому что ленин думал о революции круглосуточно и когда он о ней говорил люди видели и и получается для того чтобы заинтересовать ты должен быть заинтересован сам конечно ты должен этим гореть это должно быть твое содержание и когда ты выступаешь или что ты говоришь у тебя речь такая становится именно такая как они вычисляют там прямо там на доске писали бархатистость интонация чистота голоса движения она автоматически такой становится когда человек заряжен тем что он говорит когда он этим живет в этот момент и одновременно с учетом реагирования то есть обратная связь он корректируется в зависимости того как его слушают а как ну смотрите я так понимаю что помимо этого человек еще и должен быть в этот момент расслаблен да то есть получается свободен да свободен они слова расслаблены это очень страшное слово потому что для женщин понятно это слово быть расслабленным для мужчин это непонятно это все равно что спать хотят или там лишь отдохнуть расслабленность не так употребляется имеется ввиду раскрепощенные свободные в этом смысле расслаблены но там просто неправильно иногда слова говорят и поэтому люди иногда путаются как он может быть расслаблены если ему экзамен сдавать ну как ему быть расслаблен он должен быть мобилизованы он должен быть но свободен но свободен вот поэтому надо говорить о свободности раскрепощенности да но я бы еще за счет вот недавно я смотрел аратовское искусство там диктор она работает на радио по моему она говорила о том что выступление очень магически влияет на слушателей когда в нем есть интонации сексуальности это сексуальность оказывается знаешь как она там рассказывала там какой-то определенный тип дыхания и голос чуть ниже у вас чуть ниже такой я думаю знаешь как надо выступать где бы ты ни был на свидании у доски школьной там или там на соревнованиях когда тебе медаль золотую дали ты должен слова сказать я думаю знаешь как надо выступать чтобы это завораживало что ты когда слушаешь его зритель слушает а чтобы это завораживало тебе надо в этот момент этим жить как этим живешь вот эти все пункты какая должна быть речь постановка голоса какая манипуляция жестами они происходят естественно автоматически органично и там не надо думать как руки складывать она сама происходит как надо когда ты живешь этим о чем ты говоришь да вот кстати это чем я подумала что в ключе как раз сочетается можно одним упражнением и включить себе поток свободу и ну ты свободу и поток можно одновременно хотя я тебе хочу сказать как ты хорошо выглядишь молотина молотина я надеюсь что у нас новом году наша школа будет подниматься надо обратиться к нашей школе что у нас не только ораторское искусство не только этому но и помогаете балеринам и шахматистам и штангистам всем людям и спортсменам вот скоро будет у нас для спортсменов я хочу чтобы мы так объявление сделали чтобы наши вот обычные участники школы если они спортом не занимаются пусть туда не заходит потому что там опять появится какие-то тети которые будут говорить про своих внуков про своих правнуков про то что там сосед больной там с ногой как ему помочь вот этого не нужно потому что это для спортсменов в другое время пожалуйста мы же всем помогаем не только еще интересно сделать такой опрос чтобы люди написали по каким темам личностного роста им было бы интересно еще давай занимайся ты живу на школе этим занимаешься давай опроси всех я тебя поздравляю с новым годом интересно вот мы решили поздравить друг друга и вдруг вышли на это ораторское искусство но правильно язык сформировал человека да ну без языка человек бы не знал как свои бессознательные инстинктивные мира ощущения переводить на язык коммуникативных возможностей я не помню кто сказал но я помню эту фразу что речь это великое искусство да 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 ты совершенно права ну вот посмотри новый год у нас начался именно наверное закономерно с того что человек должен говорить завораживающим образом и тогда все техники ораторского искусства автоматически работают а для того чтобы он горел завораживающим образом ему надо гореть тем о чем он говорит а для этого чтобы он этим горел он должен любить свое дело чтобы любил свое дело он должен разобраться что же ему дается легко всего его таланта если его там в этом таланте что-то угнетает ключ помогает раскрепоститься мне даже ключ помог научиться любить то чем я занимаюсь вот как интересно вот это не расскажешь и всем расскажешь коре ладно хорошо так что готовим спасибо тебе катюш это очень большую работу делаешь и у нас очень большую работу делают ребята да у нас есть такие молодцы у у нас команда хорошая хорошая команда хорошая я даже сейчас перечислять не могу там сколько у нас ребят таких прекрасных я горжусь нашей школой кстати говоря наша школа окно в будущее потому что там есть главные принципы принципы чтобы человек мог найти себя раскрыть свои даже заторможенные способности которых он даже не предполагал открыть свои таланты быстрее развиваться любимом деле а еще это любимое дело сделать источником своей жизни и дохода вот это самое главное да ну для женщин да конечно это это важно им нужны ресурсы потому что им надо за детьми их ставить на ноги и за своими мужьями и за братьями и за папами конечно же будем учиться значит раттерскому делу будем учиться любить и говорить о том что нам нравится катюша я тебе еще раз поздравляю спасибо что ты позвонила спасибо и вам вас тоже снова с новым годом начала что мы все умели нормально говорить да и когда будут наши эфиры в школе когда будут вебинары чтобы чаще люди выходили будем их тренировать чтобы они не стеснялись говорить в любом месте совершенно свободно и таким текст это очень важно чтобы когда их слушали будь то девушка или юноша будь то мальчик или девочка чтобы они своим горением того что говорят завораживали всех остальных всего доброго давай-ка с новым годом счастьем до встречи и